Музыка Вячеслав Викторович, у него уже краткие итоги подвели сегодня. Расскажите еще о том, сколько вывезено, сколько принимало участие именно в избирательной технике? Ну, у нас в своей технике порядка 340 единиц, всего участвовало 422 единицы, то есть все остальное привлечено. Вывезли 4700 кубических метров мусора, то, что мы называем мусором. Вот, вывезено около 140 тонн земли, которая на прибордерном пространстве находится, то, что мы в обиходе называем грязь и так далее. Вот, собственно, такие краткие итоги в цифрах. А основное усилие сейчас освободить город от того, что собрали, уложили в пакеты, в мешки. Техника привлеченная продолжает работать. Я думаю, что мы задачу, которую поставили в течение трех дней, все-таки выполним. И таким образом подготовимся к очередному субботнику, когда уже приблизимся к более совершенному результату. Спасибо. Вы доволен тем, как прошел сегодня, как убрали город на мечи? Я доволен тем, что значительная часть мечей и больше планированное вышло на улицы и, так сказать, добросовестно, с хорошим настроением трудилось над тем, чтобы город был чище. Вячеслав Викторович, а вот тот факт, что МРСК подала исполнительные листы на Омск электро, хотя вопреки договоренности не должно было, означает ли это, по Вашему мнению, срыв переговоров между облуправительством и МРСК? Ну, если Ваша терминология пользуется, то срыв переговоров применяется термин тогда, когда начинаются боевые действия. Боевых действий никаких нет. МРСК сочла возможным поступить таким образом, хотя действительно есть протокол, в котором есть пункт, предписывающий предъявление этих исполнительных листов до 30 июня, чтобы за это время, что называется, выстроить отношения и найти взаимоприемлемый выход. Вот. Завтра приезжает в Омск генеральный директор МРСК Петухов Константин Юрьевич, и переговоры продолжатся. Поэтому срыва пока никакого нет. Вячеслав Викторович, нужно вопрос по нестационарным торговым объектам. Сейчас разрабатывается схема их размещения в городе, и Союз предпринимателей принимает активное в этом участие, ну, в принципе, бизнесмены Омска, которых это касается. Они сообщили, что обратились к вам с предложением о том, чтобы провести полную интервью. Инвентаризацию. Да, да, да. Терприз, спасибо. Недорогович. Поступал, уже видели ли вы это обращение? Есть обращение, идет инвентаризация. А вот они сказали, что у них есть информация, цитирую, департамент имущественных отношений проводит работу по предоставлению земельных участков под НТО, в том числе под объекты, не входящие в разрабатываемую схему. И также департамент архитектуры ведет работу по подготовке внешнего вида остановок с определением количества НТО, но не учитывая уже законно установленные, которым будет в итоге потом предоставлено место. Вы задали вопрос, сложно ваш вопрос комментировать, устанавливают инвентаризационные объекты там, где они предусмотрены схемой, а в начале прозвучало, что схема разрабатывается. То есть на этот вопрос ответ невозможно сформулировать, разрабатывается схема, и если вы помните, мы ввели речь о том, что к сентябрю мы должны завершить этот процесс и убрать те, которые незаконно установлены, и оставить те, которые соответствуют принятому решению, то есть по разрешениям. Что касается внешнего облика, действительно законодательство не очень большие полномочия определило местному самоуправлению в том, чтобы мы влияли на архитектурное решение того или иного собственника. Поэтому мы сейчас с предпринимателями работаем на тему, чтобы договориться о том, как поступить, чтобы и не ущемить интересы предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность на этих нестационарных объектах, и одновременно, чтобы город имел достойный вид. То есть это рабочий процесс, и здесь никаких противоречий нет, здесь идет наработка практики, которая, думаю, нам позволит решить эту проблему. Можно начать к вопросу? Вы знаете, что на прямом мнении у Путина звонил со нашим инвалидом, а мэрия какое-то участие принимает в решении его жилищной проблемы? Если принимает, то как бы, если нет? И обращался ли семья за время вашего пребывания на посту? С семьей господина Ахметова ведется переписка с 2007 года. И он известен, зафиксирован в той очереди, на которую он претендует. И эти цифры все слышали, какой он там находится, какой его порядковый номер и прочее. Вот, было предложение ему поучаствовать в другой программе, которая позволяет получить определенные денежные средства для приобретения жилья. Но они с этой просьбой не обратились, они от нее, что называется, отказались. Вот, поэтому находятся в очереди. Сегодня, поскольку это категория, то, что мы называем одним словом «колясочники», да, как сказал и президент, который на этот вопрос отвечал, и как рассматривается у нас в правительственной области, это полномочия правительства. Они выделяют необходимые ресурсы, продвигаются это в очередь. Вот, поэтому мы со своей стороны принимали самое непосредственное участие, с точки зрения, что мы показывали, как вопрос рассматривается, и как законным путем оказать помощь этому человеку. Большое спасибо.